Спасибо моему ассистенту. Что же, я вхожу. Точнее, я даже вкатываюсь. Вкатываюсь. Итак, мне в Либийской футбольной лиге приветствуют вас. Я Лкен вместе с вами. Мы переходим к нашему заключительному в этом году выпуску. Действительно, сезон получился очень длинным. Ну и сегодня мы поговорим со всеми нашими чемпионами. Во-первых, начнем, конечно же, разговор с United Elements и Максимом Линчиковым. Потом поговорим о том, как у нас вообще элементы дошли до того, чтобы стать двукратными чемпионами Западной Фемьерной Лиги. Ну а потом поговорим с Александром Спиридоновым, как четко он начинает эфир. Вы уже только что в этом убедились. Ну а мы с ним поговорим, как с победителем Кубка Запада. Ведь действительно, крылья очень долго шли к тому, чтобы одержать победу там, ну, либо в чемпионате, либо в Кубке. Ну вот, начали с Кубка. Что ж, давайте к нашим гостям, точнее, переходить. Ну и Максим Линчик, как я уже сказал, будет первым. Итак, поехали. В гостях у меня Максим Линчик. Кстати, он не первый гостя сегодня. Точнее, не один, а не один. И ко мне потом еще чуть позже присоединится наш товарищ из Крыльев, Александр Спиридонов. Ну а мы начнем с Максима Линченко. Максим, приветствую тебя. Что ж, Unite Elements в ранге уже двухкратных подряд, да, чемпионов Западной Премьер Лиги. Максим, поздравляю тебя с этим результатом. Действительно, относительно и нашей Премьер Лиги, и относительно этого сезона результат выдающийся. Да, вот как раз у нас таблица с тобой здесь перед глазами. 92 очка. В принципе, ну, до соточки чуть-чуть не дотянули. Ну, все-таки, да, мы вот... Наш сезон, так сказать, передач мира любительской футбольной лиги, он такой пока что более ознакомительный. Мы вспоминаем, рад с командами, да, ну и с тобой, конечно, тоже хочется вспомнить. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще начинались элементы? Ну, уже не знаю, мне кажется, лет... Да, и когда, да, когда это было? Да, мне кажется, уже есть ощущение, что мы чуть ли не 10 лет в этом году будет. Была история такая, что была команда Крылатская, по-моему, называлась. Они в свое время решили сделать дубль, подобрали какую-то команду, которая отзаявилась в первой лиге. Вот, и, соответственно, туда народ собрали в каком-то количестве, вот, и я уж не помню, как я туда попал даже, вот, кто меня туда позвал, но там... Кто же этот человек, да? Ну, то есть, как бы там капитанил Женя Ланцов, соответственно, брат Лехи Ланца, который сейчас играет, вот, ну и, соответственно, как бы там стали потихонечку на рот подтягивать. Ну, там, половина игр у нас была в формате 4 на 5, вот, там, иногда один раз, по-моему, даже 3, да, я не помню, было в формате разрешено играть или нет, так 3. Ну, по-моему, как бы, собирали, как бы, с лавочки кого-то взяли, там, или по дороге заезжали пару раз кого-то на ближайшую площадку, вот. Ну, соответственно, сколько уже, 10 лет, там, поварились пару лет в первой лиге, вот, Женя рулил, у него, к сожалению, был такой этот формат, ну, 5 человек есть и хорошо, вот, учитывая, что на каждую игру постоянно кто-нибудь отваливался, самый последний момент, особенно с утра, естественно. Ну, да, частенько. Ну, и, как бы, мы очень часто приезжали там в меньшинстве, благо тогда вот формат позволял, что кого-нибудь взять со стороны с разрешения соперника, вот, сейчас, как бы, уже такая история не прокатит, вот, но, соответственно, в какой-то момент просто решил, говорю, ну, Женя, давай, как бы, заканчивается эта история, как бы, давай я по рулю, вот, ну, и стали потихонечку народ собирать, соответственно, там, ВНФ в тот момент этот зашел в нас чемпионат, нас там состав уже был более-менее, я помню, это ВНФ обыграли, вот, и как раз там, ну, у нас там, Левобережный, тоже, по-моему, в этой, в этой же, или в этой следующей, сниматься, более-менее там, шестое место, это были, там, восьмые, девятые, вот. Подобрался, мы начали подниматься, более-менее шестое место, это были восьмые, девятые, хотя там состав первой лиги не очень, скажем, был на тот момент, как бы два команд все были такие, прям любители-любители. Самые настоящие. Да, соответственно, стали собираться, соответственно, потом, буквально там на следующий сезон уже подобрался состав, там и у Розаков, Эдик к нам подтянулся и, соответственно, еще несколько, еще Васюта, Васютин Юра, соответственно, который уже прожил по факту со мной в команде остался один. Ну и, собственно говоря, мы там, не помню, сколько мы подряд игр выиграли, но, в общем, там первое место, по-моему, за шесть или за семь туров до конца заняли первое место. Ну и вот это сейчас и про первый дивизион, как раз тогда вышли в приметы. Да, ну, соответственно, как бы и на следующей зоне еще, причем мы стали играть там на площадке, на молодежной метро, там с ребятами. На Ельминской? Да, нет, не на Ельминской, там какая-то была, ну, мы тренировались рядом с Петром молодежной, какая-то площадка, там коробка хорошая была. Вот, с ребятами из, там, по-моему, из молодежной команды приезжали и из КМ. Вот, стали с ними играть, как бы, ну, так, ни шатка, ни валка, там состав был, словно, там, на игру один приезжал, как бы, а туда приезжал, как бы, ну, половина состава. И там вот так вот, бадали, чаще проигрывали, наверное, вот, первое время, потом, соответственно, чуть подстроились, и состав у нас даже на тренировке стал приезжать поинтереснее. Вот, стали наравне играть, а, ну, вот, соответственно, состав уже на чемпионат приезжал совсем другой, мы, причем, пропустили, по-моему, там, 4 или 5 туров подряд, вот, первые. Не собирались нормально, как бы, там было, не помню, каким причинам уже, но, соответственно, и, как бы, потом мы пошли, там, что-то из первых 8 игр, по-моему, выиграли 6, у нас, типа, на площадке, ну, как, вас тут рвем на площадке? Да, вы там выигрываете, что за хрень, как бы, такая, как бы, вот, ну, и, соответственно, там неплохо попадались, то есть, потом, сходу, третье место заняли, вот, по-моему, там, мы альянсу проиграли, по-моему, там, еще сыграли в решающий матч, могли, по-моему, мне кажется, и второе место занять, но, там, по-моему, разница, одно очко у нас там была, вот, на следующий сезон, как бы, все, что-то у нас подъелись, соответственно, как бы, перестали ездить, и мы, там, вот, так, барахтались в самом низу до последнего момента. И по факту мы тогда вылетали, вот, еще мы там тоже, опять же, в последней, там, в предпоследней игре, по-моему, решалось, там, с КМ мы, кажется, играли, нам надо было выиграть в одну игру, как бы, они нам на последнюю минуту забили гол, это стало, там, по-моему, где мы проиграли, я уже не помню. Уже можно было побеждать, а здесь никакого положительного р銀о. Нам, в общем, не хватило, да, буквально одного или двух очков, соответственно, чтобы остаться вот как раз вот этих, вот, и, соответственно, вылетали, но, благо, соответственно, там, как раз альянс, по-моему, отзаявлялся, и мы вместо них и зашли пару сезонов там где-то в серединке поболтались став уже потому что всем другой становился как бы все старые как бы они фактически все там отвалились хотя лучшим бомбардиром до этого был по мальдии спиной то с ногой как бы он там два сезона как бы фактически мимо и пролетел вот но стали как состав другой абсолютно кардинально подбирать соответственно там где-то два сезона болтались серединке мне кажется там где-то и седьмые восьмые что-то так вот соответственно потом надоело скажем так терпеть народ раздолбайство кто там приезжает он на это некоторые приезжали что вот так вот скажем так хорошего очень что в машине было тяжело ехать не видно соответственно вот ну надоел эту историю как будто этот момент какой-то когда научился резать по живому да вот нужно было принимать какое-то решение кардинальное сразу соответственно как бы там одного второго третьего соответственно как бы расчистили место немножко соответственно стали другие других ребят пытаться подтягивать да то есть как бы то такая серия там ты одного зацепила у него соответственно и знакомый знакомую нагло ну как бы вот такая история как бы пару человек пришла тут они еще своих ну как собственно говоря там состав принципе там еще ответ в В этом сезоне еще несколько человек пришлось отзаявить, соответственно, из того состава, который 5 лет назад начинал. В принципе, тоже сейчас немного людей осталось. Тут подход такой, всем его советую. Нет смысла от того, что у тебя человек в заявке лежит, усидит и не ездит просто. Ты вроде на него рассчитываешь, а он не приезжает, не приезжает, не приезжает. Там в Зоре было, обязательно на следующую игру приедет. Раньше, когда я писал обзоры парентайзера. Заксандр, я что-то помилеваю. Соответственно, у таких людей стараюсь сейчас по максимуму отзаявлять. В этом сезоне опять у нас было несколько человек, которые 4 игры съездили. 2 в январе, 1 в августе, 1 в сентябре. И больше их не видели. А потом ты удаляешь, ты что-то отзаявляешь. В прошлой человеке, а что такое? Все слышишь? Да, типа, блин, слушай, а потому что ты заявишь, в команде ни холодно, ни жарко. Что тебя держать? Ты не приезжаешь, ты не отвечаешь. В какой смысле для того, что ты есть? Ну, то есть, Максим, именно из вот этих вот решений именно и прошла, так сказать, эволюция состава элементов именно чемпионск. Или вот еще из-за каких-то факторов? Ну, скажем так, вот эта вот история, она, собственно говоря, там за собой тянет не только отрезание, да, соответственно, там ненужных кутков, да, условно от команды, но и, соответственно, там поиск других людей. Это, соответственно, там колоссальная работа какая-то, да. То есть, там кто-то, ну, у нас есть люди в команде, которые из серии, как вот мы на каком-то турнире там играли, как бы, вот я ему подхожу, думаю, парень там хорошо играет, типа, один раз, второй, третий, как бы, вот, ну, таких вот пытались людей потягивать. Кто-то там остался, кто-то не остался, вот, но, в принципе, как бы так вот перебороть стеснение, как бы подойти к человеку незнакомому, как бы, ну, тоже, собственно говоря, там такие люди в команде у нас были. Вот, я уж не помню сейчас, кто откуда кого привел, ну, вот, там, как бы, более-менее костяк сейчас сформировался, в принципе, мы там каждый сезон, сейчас последние три года, мы там, ну, там, двух-трех человек, они обновляются постоянно. Вот, и, как бы, вот, одна история, как бы, приходит, все в основном, конечно, по знакомству, то есть, в чате спросил, типа, есть еще кто-нибудь, кто, соответственно, там, готов за нас едет на постоянный хотя бы, там, 50% игр, вот, то есть, это, как бы, там, входное условие, грубо говоря. Вот, а так, ну, вот, соответственно, вот они две, отрезали лишние, соответственно, добавили по максимуму, как бы, искать постоянно людей, лучше их будет больше в заявке, мы там, ну, периодически, как бы, у нас были моменты, что там, типа, на игру собирается, там, 10-12 человек, ну, я, это некая такая мотивация для людей отписаться раньше, потому что некоторые, там, в среду, условно, то есть, мне там, во вторник с утра надо на расписание согласовать, да, мне там, типа, я отпишусь, там, буду знать в среду, буду знать в четверг, ну, как бы, слушай, как бы, ну, ты можешь знать, как бы, там, мне это состав. От этого не холодно и жарко, что он там, его не собирается, вот, поэтому, соответственно, тоже вот такие моменты, они, ну, помогли, собственно говоря, и ребята, ну, большинство все-таки старается отписаться так можно быстрее, потому что знают, что если не отписаться вовремя, можно не попасть на игру. Ну, то есть, здесь из-за того, что ты, как ты говоришь, да, 10 человек можно на игру, в принципе, вызвать, да, но ты все равно стараешься не вызывать все 10. Ну, да, то есть, как бы, многие обижаются, соответственно, там, типа, почему не вызвал, но, с другой стороны, как бы, ты заранее уже понимаешь, во вторник я стараюсь, как бы, ну, я свои выходные планирую, да, соответственно, как бы, и тут человек может заранее распланировать свои выходные, как бы, а тут, если тебя, там, приехал, ты тебя не выпустили, там, выпустили, ты пять минут поиграть, ну, как бы, это, скорее, мне кажется, еще обиднее, чем, собственно говоря, вообще, тебя когда не позвали начально. Вот, но, как бы, такая ситуация нечастая, больше, скорее, частая ситуация, поскольку, ну, все ребята мега востребованные у нас, вот, чаще ситуация бывает, ну, там, ну, ребят, кто там интервью предыдущий давал, они не то, что не обижаются, говорят, типа, все, что вот, типа, все равно United, там, что бы никакое время не просил, они, как бы, все равно приедут, там, двумя четверками, да, то и там 12 человек, вот, ну, на самом деле, далеко не так, то есть, там, вторник напоминает, там, этот колл-центр такой, типа, а ты когда, а это когда, соответственно, у нас бывает, что... Ситуация бывает такая, что, там, условно, у меня, там, я понимаю, что у меня, там, 3-4 человека во вторник есть, и, как бы, ну, я примерно понимаю, что, там, 2-3 еще, там, точно добавятся, как бы, там, из тех, вот, которые написали, хрен знает, как бы, еще, там, в среду, в четверг, пятницу. То есть, у нас, ну, было пару ситуаций, что, там, условно, там, в пятницу, как бы, блин, вот, у нас в 10 утра игра, в субботу, например, у нас в пятницу, там, вечером, там, в 7 вечера, там, соперник, ну, по каким-то своим причинам отказался двигать куда-то, у нас вечером, там, 3-4 человека, да, суммарно, вместе, там, со мной и в воротах, вот. Тоже были такие ситуации, там, ну, до последнего, а бывало, там, кто-то раз вечером, там, написал, там, двое-трое, как бы, там, о, я приеду, то есть, и, там, как бы, 5 вечера у тебя, 4 человека, там, 9 вечера у тебя, там, 7. Ну, то есть, вот, и тут история, когда ребятам пишу, как бы, да, все, говорят, вы все равно все приедете толпой, как бы, блин, ну, слушай, вот, ну, вот, она вот так вот получается, у меня, в последний момент, ну, мы, вам тоже на игре видеть, Ну, последние игры мы сезон заканчивали, там бывало, что мы начинали вот этот кубок, то есть у нас там впритык, мы без замены, с одной заменой, то есть как бы это вот, все чуть-чуть отпустили этот процесс, и я, в принципе, тоже немножко отпустил, как бы, ну, у ребят там где-то там более важные игры были, да, соответственно, как бы они туда ездили, вот, ну, не наставил, скажем так, на этой истории. Да, вот, относительно состава, Максим, да, есть, я так понимаю, вот, 5-6 человек, да, основных, и какие-то где-то добавляются, и вот, кстати, также на этой, наверное, очень долго была проблемная, ну, вот, скажем так, позиция вратарская, да, вот, четкого первого номера, долго не было, но вот нашли Игоря Гришин, вот, ну, первый вопрос, конечно, где-то, или как вышли на него, или просто так же, как говоришь, что через знакомую? Честно, ну, Игорь, он, собственно говоря, с той компанией, которой там, ребята, многие пришли, я не помню, кто кого конкретно привез, по-моему, у нас там, этот, Ахмедзианов, на... Блин. Да-да-да-да, давайте залить в заявку, позвали за залогу. Ну, сейчас уже нет, там, он 30 лишних годов не играет, Господи, вылетел из головы. Вот, соответственно, Ахмедзианов, вот, он, соответственно, его, этот, притащил сначала одного, второго, третьего, соответственно, он там, БНФ играл, я уж не понял. А, он из этого, из Айрона ушел, соответственно, я, как бы, Радику позвонил, говорю, типа, вот у вас чувак уходит, как бы, есть вариант, соответственно, его подцепить. Он говорит, ну, да, как бы, какие проблемы, соответственно, и вот он, один, второй, третий, как бы, вот тот состав, в принципе, Игорь Гришин, он... За них вместе, они, как бы, многие ребята, там, Разин, Гришин, Ахмедзианов, Клеменов Сергей, кто там еще у них, там, Мищенко Константин, вот они, соответственно, вместе играли, вот они, соответственно, к нам пришли, по факту, один за другим, там, в разный, с небольшим интервалом, относительно, там, в пару месяцев, как бы, в команду. Это вот, там, как раз, когда мы, там, был период, там, шестые, восьми местам где-то, где-то, оболтались. Да, ну, вот, и как, считаешь, как вот эти люди, ну, относительно тебя, может быть, самого, как они влились в коллектив? Да, нормально влились в коллектив, то есть, как бы, это вопрос, скажем так, они все друг друга знали, вот, то есть, в принципе, как бы, там, каких-то глобальных проблем не было, и они, в принципе, там, ну, по большому счету стали, там, наверное, первой четверкой на тот момент, то есть, у нас, как таковой, сформировавшихся костяка в тот момент не было, это, как раз, был такой переходной период, когда мы, там, вот, на вылет уже стояли, как бы, он пришел первый, Архимзианов, соответственно, Архимзианов, Ильдар, вот, мне уже вообще, да, у меня просто сотрудник есть, Архимзианов, Архимзианов, вот, соответственно, да, Ильдар, да. Вот, соответственно, как бы, он, вот, когда пришел, там, как раз, последний матч, или в сезоне играли, как бы, на следующий сезон, постепенно, ребята, как бы, стали подтягиваться, вот, и там, ну, особо там, не было вариантов и серии что у нас там было 78 человек да как будто у нас там не было там было там слома костякам 2-3 4 человека как бы вот все остальные такие блина этот новенький сегодня как зовут ну то есть как бы пытались какого-то найти просто для того чтобы состав был какой-то вот а так собственно ребята пришли они по факту там ну были гораздо сильнее тех которые собственно говоря раньше ну как раньше в этот сезон как раз играли там то есть они сопоставимы были там безусловно с теми, которые за два сезона до этого играли, но на тот сезон это были, безусловно, лидеры без вариантов. И Игорь, собственно говоря, один из людей, который приходил в этой команде, грубо говоря, которая присоединилась. Да, ну и конечно, Игорь Игоревич 8 на 8 играет на севере, да, и за него. Ну и также, кстати, очень хорошо и в 5 на 5 себя чувствует. На самом деле, я думаю, в этом сезоне лучше вратарь, я считаю. Да, ну безусловно. То есть, там вопрос, что Игорь не всегда может приезжать. То есть, как бы, у меня в последнее время с травмами, мягко говоря, не очень удачно складывается. И, соответственно, мне приходилось со сломанным пальцем стоять. Рассчитывал, что Игорь почаще сможет нас посещать, но, соответственно, как получилось, так получилось. Иногда просто, когда у нас состав был сильный, и мы с аутсайдерами играли, ну просто уже, было бы, что не звал. Ну, в основном, собственно говоря, со всеми лидерами в основном играл Игорь. И он, собственно говоря, считаю, да, он достойных в этом сезоне, в прошлом ребят появилось как бы много вратарей. Но, соответственно, Игорь в этом плане выделяется. То есть, как минимум, он ворот перекрывает, может, ему там этот ребят у нас все шутит, как вот, куда ударить, там все равно, а от тебя. Да, вот именно. И если Игорь еще и в хоккей играет, так там вообще. Без шансов. Да, и Максим, что же стало ключевым моментом все-таки от перехода, да, вот от этой зоны шесть-восьмое место до пьедестала и номер один. Ну, состав. Ну, конечно, состав. То есть, как бы там, я даже сказал бы, глубина состава. Вот это как бы там ключевой момент. То есть, как бы там у тебя в любом случае не могут все игроки постоянно ездить. Ну, в большинстве команд такая история. Соответственно, тут явка, она вот там отсутствие потерь очков с середняками и аутсайдерами, они, соответственно, как бы там решают, собственно говоря, в этой ситуации, там, я не знаю, процентов на 80, наверное, да, ты можешь, соответственно, там проиграть или там ничего, сыграть с какими-то лидерами или даже не собраться им проиграть, но если ты берешь свои очки, соответственно, вот матча, где ты должен их брать, как бы, потому что у тебя стабильно есть состав, и хотя бы он там, если не переиграет, то перебегает, как бы, ну, как бы это в этом ключевой момент, собственно говоря, там на длительном интервале, собственно говоря, решающий момент в любом случае будет. Вот. Так, ну, собственно говоря, у нас достаточно приличное количество ребят, которые могут сами решить, вот, у нас, ну, я не припомню, чтобы у нас там прям был вот идеальный состав, самый сильный, хоть раз, да, как бы, то есть, чтобы все лидеры приехали, вот, но за счет того, что там стабильно приезжает два, три, четыре, пять человек, там, условно, там, из девяти, вот, реально, прям, очень сильных ребят, вот, ну, за счет этого, собственно говоря, вот они там, результаты такие достигаются, то есть, они могут вот, вытащить там в нужный момент, вот там, как с СКМ, мы там полуфинали, в четвертфинале, в 1-8 играли мы там с ними, в 1-8, да, вот, или нет, в уровне мы в группе с ними играли, за победу. может быть, еще последний тур был в чемпионате, хотя нет, в рай последний, в районе мы там, в игру уже столько, соответственно, то есть, мы там, сколько им, 4-1, проигрывали, как бы, и там, казалось бы, собственно говоря, там, без шансов, ну, потом, соответственно, в конце первого тайма уже сняли вратаря, и, соответственно, стали играть пятого, ну, 6-5 в итоге выиграли, то есть, и опять же, как вот это, ну, ребята, которые пришли, вот это вот, так, желание побеждать, дух вот этот победный, соответственно, ребята, поскольку пришли все сильные, они все, в основном, играют в командах, которые чаще всего выигрывают, вот, от этого, собственно говоря, там, во многом, вот, прямо-то вот, во многих играх, прослеживство, то есть, что мы там, до последнего, то есть, мы там, если пятого снимаем, мы не играем до ничьей, мы стараемся играть, там, до победы, вот, то есть, как бы, не возвращаем вратаря, а если, там, все хорошо у нас идет, а не так, что мы там, каждую атаку, там, не попали по нашим пустым воротам, и нам везет, вот, поэтому, ну, таких вот нефть отрезали людей, как бы, пришли хорошие и глубина состава, ну, и, соответственно, вот этот победный дух, он, собственно говоря, там, решает, вот, очень много матчей, вот, на зубах вытаскивали, как бы, вот, в последний момент, именно победу, то есть, не одну очку, а три очка, и, вот, собственно, это вот дало вот такую вот разницу, наверное, в сезоне. Да, ну, вот, как раз перед тем, как перейти к обсуждению, да, сезона, действительно, самого длинного, да, вот, я считаю, что, вот, полфинал, да, финал кубков будет совсем недавно, и только мы закончили наш, вот, этот игровой год, а маленькая, еще ремарочка относительно вратаря, да, вот, сказали мы про Игоря Гришин, да, ну, не всегда на играх у него получается бывает, но, я думаю, и ты тоже знаешь, что жена у него тоже вратарь, тоже в неве, может быть, можно заявить и к нам. Ну, мы уже, на нашем, скажем так, корпоративе прошлого года, как бы, мы уже фотографились, там, четыре вратаря на одной фотке, когда мы снялись на эту тему, Вот, еще один, такой, маленький, точнее, даже не вопрос, а предложение к тебе, можешь ли ты описать, вот, этот год для твоей команды, в три, это слово? Ну, 300, наверное, сложно, как бы, чуть больше, для команды, ну, соответственно, ну, я имею в виду так, именно, как-то, емко и кратко. Ну, у нас было желание пройти без поражений, вот, соответственно, как бы, мы хотели подтвердить, но, соответственно, как бы, чемпионство, безусловно, и выиграть повторных кубок, наверное, как всегда, последние эмоции, они самые сильные, то есть, как бы, там, есть определенное разочарование, там, от результата кубка, вот, соответственно, как бы, весь сезон достаточно гладкий, вот, там, последний, как бы, там, желание ставить себе по шагам, соответственно, цели, вот, глобальный, глобальный был, там, чемпионский кубок, соответственно, там, ну, были цели, собственно говоря, там, собраться, словно, на тройку диалог, который, как бы, в конце, там, в конце, многих ребят, знакомых, дозаявили, как бы, вот, и, соответственно, как бы, было желание на них собраться, но мы, к сожалению, там, собрались, по-моему, без замен, вообще, или, там, с одной заменой, далеко не самым оптимальным составом, вот, по шагам, без поражений, потом тройка диалог, потом взять кубок, вот, да, смотри, Максим, ну, часто, конечно, бывает, ну, и это так и есть, что защитить титул, да, сложнее, чем выиграть его первый раз, но вот, относительно элементов, можно так сказать? Ну, скажем так, у нас в этом году состав стал немного стабильнее, то есть, опять же, вот, за счет вот этого, там, отрезания людей, которых, там, не, как вот Оршайен, ваши ожидания, вашу проблему, я как бы, я устал от этой, собственно говоря, истории, как бы, стал, ну, просто таких людей убирать из команды, как бы, потому что знакомых становится больше и больше, как бы, там, с футбольной, собственно говоря, с футбольной школой, вот, поэтому, соответственно, как бы, эти вот люди, пришедшие новые, в том числе, как бы, многие попали, которые пришли в этом году, они прямо в костяк попали, ездят там, на большую часть игр, как бы, вместо тех людей, которые не приезжали, вот, и вот эта вот стабильность состава, как бы, там, стабильный сбор, именно, который у нас там, он был лучше, чем в прошлом году, он менее геморройный, чем в прошлом году был, и, соответственно, за счет этого, как бы, во многом мы, ну, разницу больше делали, как бы, более спокойно, скажем так, прошли эту дистанцию, то есть я помню, как в прошлом году, там что-то сначале немножко лихорадило, вот, да, но потом вы вернули на победные действия, вот, соответственно, как бы, вот эти вот там, например, такой набор победных матчей, которые мы, я не знаю, сколько там, 20 или 20 матчей, как бы, выигрывали подряд, вот, они вот, вот, исключительно, вот, за счет вот таких вот вещей, что мы, как бы, есть костяк, который там, приезжает там, два-три человека, которые стабильны, и там, не знаю, 5-6 человек, они хотя бы через игру переезжают, это вот, ну, ключевой момент. Да, ну, это, конечно, мы здесь и все отмечаем, в любом случае, да, сборную игру, это самое важное, у нас в любительском футболе, вот, Максим, да, была очень, правильно сказал, очень большая серия Теллингс в этом сезоне, без поражений, да, и вот, в какой-то момент ты уже задался целью поставить своей команде, да, пройти, вот, стать непобедимой, мы прошлый сезон закачивали большой Поберн-серию, это было 20, наверное, матчей, где-то, или там, чуть больше, вот, и, как бы, ну, естественно, как бы уже обсуждали эту историю, типа, что бы, если не попробовать, как бы, следующий сезон пройти без поражений, вот, причем, как бы, мы осознанно, как бы, эту серию шли, то есть, мы там даже в конце, когда там, для многих, эти решающие матчи, для нас уже ничего не значили, как бы, мы все равно, из уважения, в том числе, как бы, и к себе, и к сопернику, ну, к другим соперникам, для которых, собственно говоря, наше поражение может стать решающим, да, как бы, собирались, как бы, нормальным составом, мы точно так же, собственно говоря, бились за победу, то есть, ну, просто приезжать уже и там проигрывать, опять же, вот, из этого менталитета, как бы, не хочется совсем, вот, поэтому, соответственно, как бы, именно, вот, мы стремились, да, к этой истории, чтобы пройти без поражений, как бы, мысль такая была, да, да, но вот, да, все-таки двоечка в графе поражения появилась, да, эти два поражения у нас, получается, от центра и от тройки диалог, можешь ли ты их вспомнить? Ну, да, с тройкой диалог, собственно говоря, там, относительно недавно была история, но это уже второе поражение, соответственно, с центром, как бы, там, ну, 4-3, да, минимальная победа, да, то ли один, то ли два мяча мы проиграли, соответственно, нормальный состав, точно не там, не оптимальный, но более-менее нормальный рабочий состав, соответственно, в котором можно было выигрывать, но вот как-то так сложилось, то есть, там, по моментам, ну, прям, сам вот ход игры не помню, помню, там, несколько, два или три удара забил Стас, соответственно, какие-то там, достаточно хорошие дистанции, то есть, ну, прям, из-под игроков просто, соответственно, и попал просто хорошо, вот, у нас, соответственно, мы, бывают у нас в некоторых играх, просто там, с реализацией полный песец как бы и 209 забитых хотя могу чем больше соответственно как бы это ну как бы этом в каких-то играх залетает все подряд да то есть как бы вот там ну бывает что не сны не сложилось как бы да в той игре там вот в стас пару раз хорошо попал соответственно как бы там я стоялся там где-то не выручил соответственно где-то мы не забили ну вот как бы вот из этих мелочей сложился вот такой собственно говоря результат я по моему еще там последний на конце пустые ворота нам ребята забили себя извиняет хотя у нас момент до этого был какой-то там внутри что смутно же вспоминать время прилично прошло вот а стройка соответственно мы банально не собрались как бы я думаю что мы даже причем тем составом которым мы собрались к тому 3-0 им горели потом соответственно прекратили там паниковать вот стали как бы играть хорошо забивает соответственно как бы тройка была в любом случае посильнее как бы возможно расслабились после 30 как вот это безусловно фактор как всегда играя да не так не только ты прибавил да сильно соперники позволил прибавить вот и там собственно там по большому счету состав первую очередь решил они приехали там реально ребята знакомы очень сильным составом как бы там мы с ними бодаться тем составом который мы приехали ну проблематично было прямо изначально да но при том что тройка как раз таки вот свою задачу по сохранению абсолютно выполнила да если вот таблицы гляну да вот здесь у нас так вот начиная там от 9 10 место как раз где тройка находится очень плотно по очкам получилось вот кстати для тебя нахождение большого театра вот здесь внизу таблицы в стыковых матчах стало сюрпризом вообще в этом сезоне ну я там писал в чате грусть за большой театр болею как бы то есть они не были симпатичны собственно говоря ребят с ними давно играем как бы хорошие отношения со всеми вот не то что неожиданность ну ребята там последние сезоны там не шатка не волк соответственно один и тот же состав и как бы ну в этой ситуации как бы она решает да то есть как бы там свежая кровь она нужна всегда как бы там все не молодеют как бы соответственно кто-то отваливается по каким-то причинам травмы там ребенок 2 3 4 5 родился там невозможно просто без обновления состав вообще постоянно держать уровне поэтому тоже вот на длинном интервале от собственно говоря там опять же решающий фактор да ну вот в этом сезоне здесь никому не удалось составить вам конкуренцию да но вот перед началом сезона и вообще в матчах чем-то завтра при лиге вот считаешь ли кого-то своим таким принципиальным соперником или кого-то наоборот бы более дужественная там ну совсем не принципиальных когда условно там принципиально и и тем кому над проигрываешь то есть как бы там сложно считать команды принципиально если ты их там десяток обыграл как будто последние пять раз как бы ну какая принципе надо безусловно как в со всеми лидерами тут история какая-то с те команды которые лидер они всегда раздражители собственно говоря там хочется Доказать преимущество свое. С теми, кто давно играем, у нас с русичами последние сезоны игры непростые точно складываются, но мы все время выигрываем. Был какой-то матч, по-моему, как раз сезон такой длинный. То ли это в августе прошлого, то ли это в прошлый сезон на улице мы играли, то ли этот. Был момент, что за 3 минуты до конца мы вели 2-1, в один мяч, неважно, какой счет был. Они нам забили, вроде ничья, а минуты остаются, мы в следующей атаке забиваем и выиграем 3-2 или 4-3. И там примерно несколько игр были с ними. Мы к ним не то что принципиальные, но под ними, может, успокоились. Это плохая, наверное, история, что успокоились. А там была принципиальная история, например, центр во второй игре обыграть. Хотя опять же мы не то что собрались далеко не идеальным составом, но причем достаточно сильным. Центр при этом собрался гораздо хуже составом, чем в первой игре. И все равно игра достаточно натужная была. Я никому 1-2 мяча мы выиграли, то есть прям с борьбой. И нельзя было сказать, что мы хорошо начали, как у нас бывает, 5-10 минут играем, забиваем 2-3 мяча, и потом пошли в носу ковыряться. Да, при том, что, кстати, с центром играли сразу после Нового года. То есть там парадники закончились и игра с центром. Это, по-моему, первая была игра, первый круг, когда мы проиграли как раз. А второй там играли уже, по-моему, после перерыва этого большого. То есть там, ну, флагман, ну, все старики, да, там, флагман с катраном, да, то есть катран, там, вот у них вот так вот, как бы, да, все время приехали, не приехали, как бы, ребята, соответственно, приехали, тяжелая игра, вот у нас там была с ними, не помню, какой это там, первый круг, второй уже, когда там на последней минуте там в руку попало, как будто в большой, как бы, там, кашу, там, в итоге, ну, посмотрели видео, там, снимали, как раз у Алексея, по-моему, судья, который с этим с камерой-то ездит, ходит, забыл, этот Воробьев. Нет, у нас из судей, это Алексей, который ведет, а это Роман Шестак. Вот, вот точно, Роман Шестак, да, вот, соответственно, вот, там, с его камеры, ну, вроде как видно, что в руку подать, там были большие споры, как вот, тяжелая игра, ну, ребята вели в длительное время, хотя там, как бы, ну, состав мы хороший привезли тогда, вот, ребята вели, по-моему, 3-2, и мы, соответственно, там 3-3 с пенальти, по-моему, и, соответственно, там на последних минутах, опять же, как бы, то, что додавить, как бы, до победы, хотя там, там, нас и ничья, вроде, как бы, устраивало с точки зрения ситуации, там, в таблице, вот, Какую игру ты сам лично для себя выделил и которую можешь назвать лучшей или идеальной в этом сезоне у United? Запомнилась игра вторая, по-моему, с русичами. Мы с ними играли, тоже у нас там состав какой-то был такой полонепонятный, и мы, соответственно, двое лидеров приехали, хороших реальных игроков, но остальные были нормальные ребята с хорошего среднего уровня, но не топов, у нас несколько игроков есть. Все бились, бодались, соответственно, мы там просто уже на бодах последних минутах, соответственно, у нас игрок пытается кого-то обыграть, соответственно, падает, теряет мячик, и его, соответственно, с закрытыми глазами отбиваем, и в конце еще один мяч забиваем, как бы в пустые ворота, и выдохнули. То есть, как бы это прям реально очень тяжелая игра была, как бы там на три результата, вот, ну, прям реально запомнилась. Вот, ну, и запомнилась игра, естественно, там вот с флагом, когда уже на спринт, ничего нам не надо было, вот, я вышел, соответственно, там, не играл ни в воротах, ничего, то есть, потому что спина, как бы, ну, говорю, с травмой большой, вышел на пару минут, вот, буквально там первым касанием забил, вот, есть всю ногу разобрал, как бы, спину дальше потянул и пошел отдыхать. Да, то есть, действительно, за 20 секунд Максим Ленченко вышел, забил гол и сел обратно, и 2-2, вот, и ничего. Да, вот, то есть, ну, тяжелая игра, там тоже, как бы, там, ну, вы собрались, как бы, хорошим составом, достаточно, я так помню, замена. Мы, по-моему, там, с одной замены в виде меня, как бы, и, соответственно, ну, там, ну, повезло нам где-то в этой ситуации, собственно говоря. Вот, да, в том случае в составе United Elements действительно топ игроки собраны, да, и выходные, конечно, и большое количество игр у них и турниров есть и разных, да, вот за счет чего, может быть, получается их вытянуть на игры United Elements? И получается ли, или они все-таки расставляют приоритет себе несколько другим? Ну, скажем так, у большинства наших топовых игроков мы, там, ну, последний, наверное, приоритет себе United Elements. Вот, поэтому вот эта вот история, каждый раз, там, я себе расписываю, кто когда может, там, если этот может, там, с 15 до 19 в субботу, этот может, там, с 18 до 20 в субботу, там, ну, и вот какое-то, как это, зачеркиваю, пересечение. Схемы, сетки и нужные результаты. Да, пересечение, соответственно, ищу, как бы, пытаюсь вот эту вот историю, как бы, выковырить, чтобы, там, попало наибольшее количество людей. А так, ну, безусловно, там, ребята, собственно говоря, там, приезжают за другие команды, там, где, ну, собственно говоря, у них, там, мотивация определенная есть, и, безусловно, соответственно. Вот, да, извини, вот United Elements есть она? Она есть в ограниченном формате достаточно, вот, то есть, как бы, эта история, ну, притащить таких игроков достаточно сложно, как бы, ну, они просто так, как бы, никто уже не поедет. Да, она, ну, скажем так, по сравнению с тем, что есть в тех командах, в которых играет большинство ребят, как бы, она формальная очень, вот, то есть, как бы, там, ну, несравнимая. Поэтому, собственно говоря, там, ну, во многом у них приоритет, естественно, смещается. Да, но, как бы, все равно от их лица, вот, как им, ну, и просто сейчас вот команде, и как тебе уровень западной премьер-лиги, вот, был ли он раньше сильнее, или сейчас, наоборот, стал чуть сильнее, или, наоборот, слабее, вот, как считаешь? Ну, собственно говоря, уровень всегда, там, от себя, по-другому его сложно мерить, кроме как от себя, да, то есть, как бы, некоторые команды приезжают, действительно, в очень сильном составе, то есть, как бы, там, Метеор, тоже, который в самом состав играл, как бы, очень сильно. Все ребята и крылья в этот раз, очень сильным составом приехал, ну, просто, я вот пришел на полуфиналы, да, как бы, и там смотрю, то есть, как, ну, ребята при таким составе, никогда их не видел никого, там, ни первых, ни третьих, да, как бы, то есть, в целом, ну, наверное, собственно говоря, там, уровень примерно, плюс-минус остался такой же, как бы, вот, стало, прям, так, ну, лидеры немножко поменялись, команды, вот, и он чуть-чуть усреднился, вот, как бы, сложно говорить, прям, вот, он, относительно нас, вот, да, как бы, у нас просто, как бы, добавилось много сильных игроков, поэтому, соответственно, вот, может быть, такое некорректное ощущение, что, как бы, уровень упал, ну, вот он упал, наверное, там, возможно, из-за того, что у нас, как бы, много... Из-за того, что кто-то сильно поднялся, да, да, вот, а так, в принципе, как бы, то есть, ну, не скажу, чтобы он, там, прям, кардинально изменился, да, то есть, с другой стороны, там, флагман, когда был раньше, там, на первых местах, все время, да, там, и, а мы были где-то в серединке, да, там, для меня, там, уровень флагмана был, там, существенно выше, да, оказалось, что лига, там, сильнее, потому что ты слабее, просто, банально, вот, а, как бы, когда ты, наоборот, наверху, как бы, там, уже по-другому ты к этой истории относишься, да, особенно, там, командам, кулцайдерам, да, в основном, как бы, мы с ними, так, ну, проблем в текущем составе не имеем, как бы, раньше, соответственно, по-разному складывалось. Слушай, Максим, давай, когда подведем итог этому сезону, да, во-первых, он очень длинный, да, был, как мы это говорили, и как, вот, сложилось ли на это элемент, вот эта пауза, ну, сыграла, может быть, чуть-чуть плюс или, наоборот, минус, ну, были все, в принципе, на хорошем ходу, да, и нужно было бы доигрывать сразу, или здесь вот эта пауза, ну, не скажу, что она, как-то, может быть, на пользу пошла, но, все-таки, какую-то роль сыграла на этой? Да, наверное, вот, я не знаю, как для команды, да, вроде не особо заметная история была, соответственно, она, там, для меня роль сыграла, там, в плане, там, психологически отдохнуть от вот этой вот каждой недели, всех собирать, как бы, ну, позволил, собственно говоря, в этом формате, там, перезарядить батарейки, вот, с другой стороны, как бы, там, ты все равно, как бы, там, эту историю ждешь постоянно, да, то есть, ты, там, потратил какие-то усилия, ты ждешь от нее выхолопа, да, то есть, вроде, тут усилий нет, но ты, как бы, и, там, удовольствие, да, адреналина никуда не выплескиваешь, да, и какое-то время, там, ну, вообще, там, было все, грубо говоря, закрыто, как бы, потом начали все потихоньку через месяц, там, вылезать, как бы, вот, поэтому, ну, глобально, чтобы сказать, что для команды, там, пауза, там, плюс или минус, она, там, сыграла какую-то роль, кто-то потолстел, там, пришел, да, то есть, как бы, это и есть такие товарищи, да, кто-то, там, не играл длительный период, но, вот, там, вот, условно, там, на общем фоне в чемпионате, оно, как-то, вот, там, глобально, вот, прям, на всей команде, да, на деле, клюбер, да, на всей команде, скорее, никак не сказалось. Ну, что ж, и тогда твоя оценка United Elements за этот цифр? Чемпионат, я думаю, что, не знаю, 4,9, 4,9, 4,9, вот, вот, соответственно, кубок, ну, тут, собственно говоря, смазали концовочку, безусловно, соответственно, там, ну, для нас, собственно говоря, там, учитывая последний наш ход, там, ну, на троечку, собственно говоря, там, отыграли, как бы, и, так, средне сыграли, на самом деле, в группе, вот, то есть, там, с СКМ тяжелая игра была, там, да, давай, кстати, тогда, как раз про кубок заговорим, можно туда заглянуть, да, ну, вот, в принципе, это у вас в группе только и СКМ, и были, да, то есть, на Теллимсе СКМ Вестар, автобаза Пульсар Интернационали, ну, и перед тем, как все-таки кубок обсудим, Максим, как тебе вообще этот формат кубок? Мне такой не нравится формат, то есть, как бы, вот, ну, удовольствие от того, что ты приезжаешь, как бы, ребят, ну, которые, там, объективно, играют, там, и в Первой Лиге Чемпионата России по мини-футболу, и, соответственно, там, раньше играли, соответственно, у многих команд, там, в Спартаке, в том же, как бы, на футболе, и, ну, собственно говоря, интересы и для этих ребят, то есть, мы, как бы, очень тяжело собирались, вот, найти, прям, реально, очень тяжело, то есть, там, мы большинство играли, там, ну, одно-две замены, соответственно, вот, и, там, на СКМ, по-моему, только собрались, как бы, нормально, вот, а такой формат, он, собственно говоря, неинтересен и ребятам, которые против нас играют, и нам, когда мы выиграли, там, 14, 1, 15, 2, там, ну, что-то такие счета, то есть, как бы, ты, ну, напихал, ты подъедешь, понимаешь уже, что, там, ну, вариантов, скорее всего, не будет, и вот этого, то, за чем ты едешь, за адреналином, да, как бы. Ну, за каким-то нервом, да. Да, да, то есть, вот эти эмоции, ты их не получаешь, соответственно, как бы, одни, как бы, ушли, как бы, да, потирая попу, другие, соответственно, как бы ушли непонятно зачем приезжали как бы не очень мы там из-за этого как собственно говоря там последние там два года не участвует в зимнем кубке потому что именно формат такой как бы все время там с Володей Егоровым поговорил типа ну мы готовы участвовать там не знаю там давайте с плей-офф мы зайдем да то есть ну как бы нам неинтересно то есть как вот нас разница там да хочешь не хочешь но все равно да вот я правильно на этот фактор обратил внимание 59-60 мячей забили за группу потому что ну все-таки вот хочешь не хочешь но разница просто колоссальная между первым дивизионом и примером лига это даже пропасть огромная ну то есть как бы там у нас ну история собственно говоря когда ты еще там с лидерами там первого дивизиона играешь там ну еще плюс-минус какие там какой-то интерес есть когда ты играешь там с командой которая у нас там я не помню кто у нас там пульсар по-моему там они где-то и так в первом дивизионе там в конце были ну то есть как бы там ты ну на пи за первые там 10 минут забил там 7-8 мячей как бы ну и дальше как бы вот ходишь в носу повыряешь ты просто как бы убивается время и смысла нету да как вот выходные тратить просто на то что там приехать в одну ты во двор выйдешь как бы там да условно там соперник может быть посильнее как поинтереснее поиграть здесь я все-таки тоже с тобой соглашусь потому что но это наш стандартный формат да это обычная квалификация для команд первого дивизиона мы начинаем с 1 16 и уже сразу идем на выбор когда его играешь там одну-две игры ладно ты играешь когда он когда ты играешь 4 игры с такими командами ты потом как бы прям вот прямую как бы и горят ребятам как бы там выиграли там всех там плюс 10 мячей как бы да там помню с в старом это мы тоже не собрались с ним там упорно это более-менее игра была вот и как бы она искали мы вышли мы продолжили вот играть предыдущую игру которому 14-1 выиграли как бы мы получили 4 мяча как бы вот и говорю ребята все останавливается тайм-аут как бы там давайте как бы вирата закончилась как бы давайте новую играть уже как бы тут соперник не такой соответственно поэтому как бы ты вот расслабляешься от этой истории потом соответственно гораздо сложнее входить обратно вот так от уровня соперника безусловно и твой уровень тоже зависит если слабым постоянно играешь ты сам слабее становишься потому что ты да не до их уровня опускаешься ты сильным играешь ты как бы там постоянно должен в тонусе себя держать получился проход здесь правильно только из км да и все больше нет никого но вот дальше как раз таки сетка сейчас у вас на экранах также будет делись у нас команды по разным здесь финалом получается кто выходил с первого второго места они попадали в финал золотого плей-офф те кто выходили там с третьего и четвертого падали ниже в группу финала сервер серебро соответственно конечно юнайт элемент в сетке золотой и вот максим как ты здесь уже сказал достаточно слой до было вот сыкаем в группе но и вот потом можешь даже сам пройтись по стадиям вот одна восьмая и атлетик с атлетик собственно говоря ребята в принципе в чемпионате когда они собирались они достаточно уверенно чувствовали со всеми лидерами и тут они собственно там тоже как я понимаю неплохим составом собрались я там не скажу что вот по игре игра была тяжелая да то есть счет такой вот вроде бы небольшой небольшой еще соответственность как бы у нас было как будто один из тех матчей когда с реализацией большие проблемы то есть там был какой-то момент вообще еще парень мяч между ног не лежит он три раза над ним крутится соответственно как бы у него на линии ворот соответственно не забивает таких вот несколько моментов там несколько штанг и вот казалось бы как бы на выходе счет тут вроде небольшой а там нос у нас вроде как бы мы не запыхались особо до соперник там уже язык на плече у них нет не такое количество замен было но вот на выходе счет небольшой казалось бы да вот причем мы там 4 забили по моему ощущение на последней минуте вот ребята просто свои моменты очень неплохо реализовали соответственно отсюда собственно говоря такой счет а так ну скажем так не то что на классе да ну достаточно уверенная победа была несмотря на то что счет небольшой да ну вот здесь счет небольшой ну вот смолнии как мне кажется вот это и есть у нас кстати игра также в обзоре вот смолнии достаточно просто как мне показалось по обзору что сказать собственно говоря там на молнию настраивались то есть как бы видели что но они бы заявили как бы там ребят хороших хорошего уровня соответственно которые соответственно заметных ролях своих командах и самое интересное что команды достаточно высокого уровня собственно говоря там это либо вышка либо первых дизион там лидеры и собственно говоря на них настраивались собирались что когда будет достаточно тяжелая игра вот и там ну я насколько помню там получилось наверное во многом просто банально за счет того что мы быстро не забили по моему три и четыре мяча вот и отсюда собственно говоря там ну и остальная игра она пошла проще вот хотя в какой-то момент действительно там было то есть ребята наседались мы убрали соответственно первую четверку соответственно выпустили вторую мы стали соответственно там отдыхать вот примерно как отдыхать в кавычках на своей половине поля как в игре с метеором примерно вот соответственно по-моему мяч пропустили там один вот был еще несколько там опасных моментов соперника вот и в целом собственно говоря там такая игра тяжело складываться начала вот соответственно поменялись обратно вот по-моему забили еще тут же один мяч и чуть попроще стал и там в принципе по моему счет был 71 или 7 до 71 по моему там почти самого конца вот и мы только там на последних буквально там двух-трех минут два или три мяча запустились соответственно когда уже по факту ничего не решал хотя сама игра ну вот судя по составу который ребята привезли как бы думал что сложится посложнее быстрые голы решили как бы то есть вот именно здесь исход того что забили много достаточно быстро но и давай как перейдем с тобой к просмотру полуфинала да здесь потому что у нас формат предполагал то что если выиграв полуфинал да дальше в этот же день играешь финала вот кстати как для тебя и как длинный пельминс этот фактор раскладывается вот две игры например выходные подряд ну или через за скажем так с учетом того как где у нас ребята все играют в каком количестве мне проще собрать их один раз вот тут из серии как бы ты либо соберешься сразу большим составом на две игры либо не смешно в целом как бы проще да соответственно собрать сразу на две игры вот единственно как ну хотелось собственно говоря там по итогам чемпионаты в принципе там с ребятами обсуждали тему хотелось бы собирать там с метеором в сильнейшем составе чтобы соответственно приехали ребята все из титана и вот изначально соответственно время это стояло для титана неудобно потому что кубок когда кто же титан играл да я помню в кубке западов формате конечно 8 на 8 так как правильно да из них максим что теперь в большей части команды титан и ее состава как раз является состав метеора 8 здесь вот как раз таки им создали именно календарь ну и соответственно как бы там ну было желание собственно говоря там не знаю там грубо говоря там чемпион запада 8 на 8 против чемпиона за 5 на 5 было такое желание сыграть но нормальными составами то есть как бы не буду лакать у нас условно состав с утра получше чем планировалось днем но не кардинально то есть там добавилось но 20 сильных игрока но все равно собственно говоря там если бы мы играли условно с тем составом который приехал бы у метеора без соответственно этих ребят из титана ну там как шансов вряд ли как бы собственно говоря конечно давай как раз таки максим к этому матчу и перейдем весь вот как ты собственно и хотят состав метеора тот который нужно есть принципе стандартная четверка вот здесь она не в начале правда начинается у метеора они чуть-чуть потом добавится но а в итоге именно все те игроки которые с которым хотел встретиться все они на этот матч полуфинальный приехали ну вот и и вот как раз здесь и первый гол от вашей команды в принципе начали игру достаточно уверенно вели 2-0 что случилось потом ну собственно говоря там здесь в нашей лиге там пятый игрок он решает во многом потому что соответственно как был друг если он и вратарь хорошие соответственно табалин в воротах хорошие собственно говоря там ногами шикарно играет вот и собственно там эта тема она во многом решает ребята соответственно ну я не помню никогда столько не играли в обороне в этой лиге соответственно и тут собственно там моменты они там рано или поздно возникали бы вот один там прошел случайно на шаге поймали сейчас, ну, голы там смутно немножко помню, дальний удар, соответственно, залетел, ну, то есть вот там, ну, залетели голы, как бы, мы свое там не забили, ну, и, собственно, отсюда там вот вылез такой результат, как бы, при этом мы не могли повлиять сильно на ход игры, пока там ребята катали, как бы, когда мы там условно не знаем, сколько там, по проценту владения мяча у нас, 20 процентов, наверное, на 80 был, вот, и тут, естественно, когда ты без мяча постоянно, как бы, ну, забивать гораздо сложнее, вот, пытались, перестраивались, соответственно, там, и вот, то есть, как обычно там играют в защите, соответственно, сзади один, соответственно, спереди один бегает туда-сюда, ну, перешли, соответственно, на 3-1, соответственно, ну, как бы, более рискован, ну, вот, как бы, да, вот гол, соответственно, сейчас вот залетел, дальний, как бы, закрыли обзор просто, ну, вот. Ну, да, здесь просто Игорь Гришин вообще никак не увидел. Вот, ну, бывают, то есть, как бы, такие моменты, да, когда вот там соперника залетела, как бы, да, у тебя не залетело, соответственно, вот она, ну, когда соперники равные, Это и результат Переопределяет Не скажу, что Удачные матчи Три лидера наших провели Которые у нас Приехали на эту игру Топовые игроки Не проявили своих лучших качеств Это люди, которые приезжают Для того, чтобы делать разницу Извини, вот этот гол Кстати, вообще абсолютно не характерен Для Игоря Гришина Хочешь не хочешь, но гол В ближний угол, в любом случае вратарца Он сказал, что на шаге его поймали Бывает, не бывает вратарей, которые не ошибаются Вопрос как раз Качество вратаря Отличается Насколько редко ты эти ошибки допускаешь Игорь потом вытащил Справился, несколько мячей Немножко нам в атаке В этом плане не хватило Монент шикарно спас Поэтому Во многом Если только что-то изменит Отказ от того, чтобы без ограничений с пятым катать Против противостоять очень сложно Характер игры Против противостоять очень сложно Кстати, ты бы добавил это правило К нам в западную премьер-лигу Что только один пас можно дать Да, считай Если я понимаю, когда мы на поляне на большой играли И там нет середины поля Могут какие-то сомнения Здесь середина есть И почему нет? Очень сильно надуманная история Что это сложно отсчитывать Это все равно будет уже только от судей Зависит Да, да Это вопрос, как им вмышат, скажем так, судьям Что надо или не надо Кто-то считает, когда вводят А некоторые судьи бывают Он стоит чуть ли не 30 секунд И он не считает ничего Просто общие 8 на 8 Я так понимаю, у них есть Обучение, судейский комитет Какие-то там семинары, я так понимаю, проводят И, соответственно, возможно, у нас такого, я так понимаю, нет И вот этого, возможно, немножко не хватает Чтобы единообразие было правил Соответственно, кто-то подкат и так, сяк Вот этот, Максим, наверное, после счета 2-4 Уже стало, в принципе, понятно Что вряд ли сможете выйти в финон Здесь гол такой То есть мы пропускаем не первый раз, не второй Такие голы, соответственно, как бы Ребята, мы постоянно пихаю за эту тему Что накрывайте сразу вратаря Если вы играете с пятым полевым Соответственно, как бы Обязательно надо накрывать сразу вратаря Особенно, если вратарь играет ногами Ну, как бы Тут он там раз не попал, два не попал На третий он попадет Соответственно, у тебя пустые ворота Ты ничего не сделаешь Здесь единственный рецепт Сразу накрыть, сфалить, неважно чего То есть ты, собственно говоря, должен это сделать Здесь такая вот техническая, не техническая ошибка Просто не доработали, скажем, этот момент Все развернулись и побежали назад Да, ну и вот дальше еще один гол Метеора забивает Да, вроде бы уже практически догнали Все-таки вели 2-0, да, потом минус 2 Горели, но и все равно Все равно здесь еще одну контратаку пропустили Ну, а пропустили, так как уже на 40-й минуте В принципе, уже времени не оставало Да, да Как тебе вообще, кстати, по накалу и по эмоциям Вот эта игра? Не, игра шикарная получилась, собственно Составы и у нас, собственно говоря Там, сколько, одиннадцать человек приехал Как бы все, собственно, там Синтерланд там ехал Сколько, два часа он в дороге ехал Как бы Юра Вот Спасибо, что доехал, собственно Там некоторые ребята так и не сыграли Вот Ну, то есть, тут вопрос Ты либо выигрывать хочешь, да Либо всем играть То есть, к сожалению, как бы Такие моменты они бывают Там вот тот же там Юра Васюсина, он, соответственно, не сыграл То есть, тут ребята Ну, с пониманием к этой истории относятся, да И, собственно, во многом за счет этого Там, за счет вот таких вот ребят Как я, помню, интервью давно отдавал На сайте печатали, соответственно Что вот во многом за счет таких ребят Там, вот, как Васюта Васютин Юрь, он, как бы, у нас лучший бомбардир Как в команде за всю историю Вот Но, соответственно, как бы он, ну, к таким моментам Относится с пониманием Бывает редко Вот его редко бывает, да Ну, есть люди, как там Миша, соответственно У нас и один, и второй Миша Они, соответственно, как бы Бывает, их не выпускаем Вот Но ребята, как бы, с пониманием к этой истории относятся Как бы, и во многом Вот, ну, когда надо Они приезжают И иногда, как бы, там Делают просто результат, собственно говоря Там, то есть, ребята Хорошего, добротного уровня Я уверен, что Любая другая команда Их с руками бы оторвала Ну, просто, вот, как бы Тут вопрос, что Если ты хочешь выигрывать Ну, ты вынужден, как бы, такие Вещи, собственно говоря Применять, соответственно Иначе, ну Ты можешь дать всем поиграть Как бы, ну, все поиграют Но, соответственно У тебя недовольны Останется не один-два игрока А недовольны останутся все Потому что ты там Потерял очки Конечно Ну, это опять Все зависит от того Чего мы хотим Да, добиться Нужного результата Либо дать всем поиграть Да Ну, что ж, Максим В принципе, мне кажется С тобой неплохо Прошли, да И по истории Элементов И по сезону Я думаю Будем немножечко С тобой Закругляться Что ж Действительно Спасибо вам За сезон Элементы Провели его Ну На моей памяти Не было ничего такого Да, чтобы Действительно Настолько уверенно И практически Без поражений Ну, что Пойдете на третий подряд Ну, да С мыслями соберемся То есть Сейчас, я так понимаю Сезон Стартанет в марте Пока Не знаю Будем или не будем В зимнем кубке Участвовать Скорее всего Если такой же формат Останется Скорее всего Не будем Поэтому Будет время У меня в первую очередь Перезарядить батарейки И соответственно С новыми силами Взяться Сбор этот Бесконечный Ну и за Регулярные Для представителей Команд Ну, приятные На самом деле Будни Ну и переходящие Конечно Выходные Что ж Благодарю Максиму Ильиченко Максим Спасибо большое Что пришел К нам в гости Ну и Конечно Всего хорошего И новых побед С наступающим Новым годом Да Кстати Совсем немного У нас остается Что ж Максим Мы отпускаем Ну и Маленькая пауза И Александр Спиридонов Команды Крылья К нам присоединены И Александр Спиридонов Ну, получается Еще раз Вместе Со мной Но здесь Повод Очень Хороший Действительно Теперь уже В ранге Поведителя Кубка Запада Потому что Даже в золотом В формате Не то что Как некоторые В серебряном Александр Спиридонов Рядом Со мной Крылья Ну, выполнили Свою стандартную Задачу на сезон В центре Таблицы Закончили Как основлюбив Месте Номер 8 В этом выпуске Кстати С Александром Спиридоновым У нас уже один был Поэтому, я думаю Ссылку в описании Мы вам для этого Оставим Да, обязательно Будьте внизу Подписывайтесь Кстати На наш канал И можете Посмотреть Там мы Кстати С Александром Обсуждали Вот эту Всю 20-летнюю Историю Крыльев Правда Очень интересный Выпуск Получился Ну, а Здесь Мы уже С Александром Так Больше в кубковом Формате Наш разговор Проведем Ну, и немножечко Конечно По концовку Чемпионата Поговорим Саша Ну, тот вопрос Кстати Который у нас остался С того раза Который мы с тобой Не обсудили Крылья Да, вот Ты говоришь Что крылья Есть еще и В молодежном Формате Вот можешь Пожалуйста Про это Немножко Рукать Во-первых Илья Добрый вечер Всем Да Кораба Очень приятно Оказаться вновь В студии И, собственно Если Повод Добраться До вашей студии Это очередные титулы Приятно вдвойне Да Потому что Серебряный кубок Невзирая на то Что Как сказать Был трудный путь У вас тоже Наверняка В плей-офф Вот Флагман Награду заслужил В сезоне Они были пятыми Хотя по игре В принципе Ребята Достойно Достойно Каких-либо Титулов В общем-то Ну и Вас Год Как сказать Не Не забыл Вот В этой связи Флагман Поздравляю Тур Потому что Обо всех Наверное Сказано Много Вот А серебряный кубок Немножко забыт Соответственно Вы хотели Узнать Про Систему Команды Крыльев Которая у нас создана Ну и В принципе Про Молодежную Команду Могу сказать Сейчас Следующее Что Ребята Образовались У меня В шестнадцатом Году Вот Они Заинтересовались Игрой Восемь на восемь В формате Восемь на восемь Молодежной И Собственно Пылят По всей Москве В турнирах Только не формат ЛФЛ И объясню почему На самом деле Я играл Молодыми Вот Со двора Оттуда же Откуда выросли Мы все Вот В Крылатском районе Практически С одной школы Практически С одной улицы Все свои Да Саша Практически Набирались Костяк Набирался оттуда Да С площадки Возле школы 1371 Были инициативные Ребята Как я шучу С ними Активисты А не вот Активист Эдик Активист Иван В общем-то Да Есть на кого положиться Из этих ребят Я говорю ребят Давайте собирайте Команду Поехали Играть 8 на 8 Но на момент Образования Этой молодежной команды Фактически Выяснилось Что выступать им негде Вот В системе Московских соревнований Футбольных Увы Не существует Активно развитого Скажем так Любительского Футбола Как мы привыкли С вами Среди старших Взрослых Это видеть Вот Хочу похвалить Хочу вставить Похвалу Значит Анне Валеевой Которая Стояла у истоков И начала организации Детско-юношеской Футбольной лиги Знаете Они находятся На Алматинской Где Крылоская И Алматинской Я думаю Объяснять не надо Вот Но Мои мальчиши Гоняли Каждые выходные Братеева И на Алматинскую Играли на этих Школьных полях Там было 5-6 команд Всего Детских команд Вы представляете 14 лет Всего 5 Детских Любительских команд Вот Ну Уму непостижимы Конечно Насколько у нас Вроде кричат Со всех углов И перекрестков О том Что у нас Детско-массовые Юношеский спорт Сколько у нас В него все вложено Да Но ложка идет Я хочу сказать Что на момент На момент 16-17 годов А это как бы Ну и что здесь Прошло Фактически Совсем немножко Да Я привык все-таки Все воспринимать Позитивно Но Был ужасно Потрясен тем Что Детско-юношеского спорта В любительском Футболе У нас Нет Сейчас Если взглянуть Есть уже Появились И детские турниры На западе Северная лига Южная лига Даже в системе ЛФЛ Я подготовился Посмотрел Там есть Kids Тоже раздел Идут ребята Не знаю Годов 12-13 года Рождения Но конечно Я все равно В ужасе От того Что Несчастным родителям Приходится Платить Деньги За Игру Своих Детей На то Что Мы начинали В свои годы В нулевые Это все было Бесплатно Турниры Там Дворовых команд Или какие-либо Мы ехали Там Играть В Кунцево Фили На сету Куда-либо Вот Сейчас Одна игра Стоит Порядка Там Двух тысяч Рублей Если есть Такие Предприимчивые Молодцы Спасибо Этим Родителям Которые Занимаются Своим Будущим Своих Детей То В целом Так вот Взять Ребят Любой Двор Мало Кто Из них Найдет Подобную Сумму На каждую Неделю Если игра Стоит Две Тысячи Чтобы Участвовать В соревнованиях Подобного Формата Любительского Вот Остается Что Остается Только Спортшколы Где Доступ Туда Только Через Всякие Тренировочные Лагеря Вы наверное Знаете Да Трай-аут Вы Взгляните Знаете Сколько Стоит Трай-аут Это Проба Или На просмотр Ребенку Попасть Просто На просмотр На карандаш Агенту Если Вы Купите Путевку За Четыре Месяца До Она Вам 16 тысяч рублей Два Просмотра Агента Для Вас Я Просто Сам Присутствовал На таком Случайном На 905 Года На Красной Пресне 16 тысяч Рублей Если Вы За Месяц Позаботитесь О том Чтобы Ваш Отпрыск Попал На Карандаш Агента 19 тысяч Рублей А Если Вы Хотите Вип Отношение К себе Это Вам Встанет Что Там 25 тысяч 30 Сумма Открытая Вконтакте Соцсети Ребят Я Конечно Все Понимаю Но Зарабатывать На наших Детях На нашем Будущем Это Неправильно На мой Взгляд Хотелось Бы Конечно Поменять Ситуацию Да Не только В Москве Но В принципе По стране В целом Это Серьезный Очень Вопрос Как мы Начали Передачу Вы Давайте Задавать Неудобные Вопросы Александр Мне Лично Очень Когда Окунулся Я В этот Детско Юношеский Спорт Просто стало Очень Больно Вот Достаточно Обидно Что Молодежи Не Занимаются Я Занимаюсь И лично Взял Эту Молодежную Команду Бывали Иногда Такие Порывы Может Быть Хватит Может Быть Все Это В принципе Тяну Финансово Я Из Ребят Дети Стараются Конечно Как То Финансово Обеспеченные Скидываются По 300 Рублей В Это Сумма Та Которую Могут Найти Родители Для Своего Ребенка Реальная Но Все равно Это Судержится На Каком Этузиазме Людей Мне Кажется Что Это Неправильно Что Должны Заниматься Московские Федерации Российские Федерации Региональные Федерации И так Далее Если Говорить Об Успехах То Зимой Этого Года Можно Рекламировать Другие Лиги Турниры В которых Участвуют Дети Впрочем Альтернативная Альтернативная ЛФЛ Лига Значит Мои дети Я сейчас Отзаявлю крылья И ты можешь Рекламируешь Что угодно Замедованный вопрос Мне нужен Главный Теглоточек Александр Сделать Я как раз Пока закончил Все формальности Если говорить Об успехах Ради больше Не является частью Любительского Фотомолюбина Да Павел Александр Это знак Мне пожалуй Стоит задуматься Создавать Что-то свое Но в данный момент Год Начало 20-го года Молодежная команда Закончила успешно В одном из турниров Обыграла Чемпионов России На групповой Правда Стадии Потом эти старички Подсобрались На нас В команде Есть такая ФК Одинцова Они чемпионы России По 8 на 8 В одной из Альтернативных Лиг ЛФЛ Назову это так Вот Дошли до Четвертьфинала Зимнего кубка Данного турнира Вынесли хорошие Спортшколы Хорошие команды В целом Я горжусь Мне приятно Что Как бы Молодежь растет Развивается Несколько ребят Конечно же Перевлекаются В нефутбольные Турниры Система 5 на 5 Да Александр Ну а Саша Ты сказал Как раз таки Про то Что Всего лишь Совсем недавно Было 5 команд 6 Вот еле-еле Вот как сейчас С этим дела Как с развитием Стало ли больше людей И просто больше Заинтересованных На данный момент Дети мои выросли То есть Я к детско-юношеским Турнирам Которые Проводятся Под эгидой ЛФЛ Сейчас Отношения Не имею Глубокого понимания Что там происходит Но видел Что есть Южная лига Северная лига Западная лига Я так понимаю Что Импульс дан И Развитие Определенное В данном направлении Присутствует Но Всегда хотелось бы Больше Всегда хотелось бы Чтобы это было Все Охватывало Все Округа Москвы Вот В данном случае Моим детям Уже наверное По 18-19 лет В среднем Вот И я играю Вместе с ними То есть Такой получается Играющий тренер Если раньше Они с собой играли То теперь Как же Я играю с ними Я дожил до тех Светлых дней Когда я играл с ними Это еще не здорово В любом случае Я жму отдельно Руку Александра Спиридонову Действительно Стоит Над этими проблемами Задуматься Ну и тем более Детям В любом случае Просто интересно Заниматься Спотом Ну и это Обязательно нужно Обязательно нужно Что Давай Тихонечку Переходить К делам Нашим Насущным Так сказать Вот мы с тобой Как раз таки встречались Да Говорили Конечно же О крыльях Говорили о том Что Ну вот Крылья Стандартно Ну и не Поднимаются Слишком высоко Ну и никогда Не опускаются Собственно так Как это в этом сезоне И произошло Я уже сказал Заняли Восьмое место Вот Саш Оцени концовочку Сезона Твоей команды Ну Ребят На самом деле Все дело в рыбалке Сгубило Я Вся Неудача Неуспехи Чемпионата Связано с тем Что Хороший клев был Хороший Очень клев Осенью Вот Часть команды Отсутствовала На турнирах Региональных По другому виду Спорта Вот Крылья Интересует Рыбалка То есть Крылья Разумеется Во всех Абсолютных Направлений Ты даже Не угадаешь Что в новом году Ждет крылья Куда они Уйдут А сейчас Понимаешь Еще лед Не встал Вот Поэтому Зимний клуб Это наша Проблема Когда не встал Александр Поэтому Я согласен Да Здесь Это очень важно Я Приложил Этот момент Как раз Катран Мы не смогли Поймать В чемпионате Да Хотя Одно Один навал Один навал Один навал Один навал Один навал Собственно В зимнем кубке Катран Снялся Рыбалки Нет Футбол Самое милое дело Играть Играть Только Собственно Это наше время И осень Как сказать Всегда Традиционно Крылья Накатывают Во всех Наших Накатывают Зачем еще На рыбалку Ехать Да Поэтому Результат Не заставил Себя ждать И Очень приятно Что Обошлось В целом Без Серьезных Потерь Ну вот Да У нас Алексей Шиянов Замахнулся Очень сильно Замахнулся По речу Что Пришлось Смотреть И пришлось Смотреть Синальную серию Сбровки Но он молодец Красавчик Что приезжал На все игры Смотрел Как убивали флагман Шучу Кстати Не один раз Я думаю Он готов Эту серию Смотреть Несколько раз И готов Я думаю Он даже готов Постоять На бровке Чтобы Смотреть На это Ладно Леша здоровья И надеемся В следующем году Он Будет Строю Да Вот Саша Как говорили Мы С Максимом Линчиком Да Вот Видел Перед Тобой Буквально Ну и Я с ним Здесь Согласен Здесь Мысль У нас Одна Вот Новый формат Кубка Понравился Ли он Тебе Или Вот Еще раз Повторю Мысль Свою Честно Вот эта Группа С командами Первого дивизиона С теми Командами Действительно Здесь Хочешь Не хочешь Здесь Класс Виден Абсолютно И уровень Ну Настолько Разница Да Очень Различается Что Ну Здесь Везде В группах Да Те Где Конечно Команды Премьер Лиги Собственно Везде Они И вышли Да За исключением От Двух-трех Команд Которые На уровне Первого дивизиона Скажем Так Уже Дотягиваются По уровню До Премьер Лиги И Их Стоит Отметить Конечно Да Это У нас И Портер Там И Гастон И главная Команда Инферно Вот Инферно Вообще Красавцы Ребята Молодцы Что касается Формата Турнира Вы знаете Согласен Что Вот Это Явное Разделение Премьер Лиги И Первого Дивизиона Оно Было Ну Как бы Скажите Конечно Ошибка Недочет Я надеюсь Что Организаторы Лиги Уфл Это Учитут В дальнейшем Командам Вот Нижего Эшелона Неинтересно Было Приезжать И получать По 15-12 Мечей Да и Команда Примерной Тоже Было Интересно Вы знаете Даже Был такой Момент Что Крылья Сидели На карандаше И считали Сколько же Нужно Забить Эти Мечей Чтобы Если что В таблице Обогнать Флагман Как бы Сделать Эту Разницу Мечей Поэтому Мое Предложение Разделять Команды Которые В принципе По уровню Достойно Сразу Играть В золотой Лиге И серебряную Лигу И соответственно Мешать Друг другу Я думаю Чтобы все Получили Удовольствие И команда И факел Достаточно Неплохая И этажи И фили И Орел В лесной Кто-либо Бандиты Они все И гастон Тоже могли бы С интересом Поучаствовать В серебре Вот именно Правильно Ты говоришь Саня Они все Неплохие Но именно Между собой Внутри себя Внутри себя Потому что Нужно было Разделять Хочешь Не хочешь Когда Получается Такая смесь В принципе Формат Как на зимнем Кубке Кто по желанию Заявляется Те кто Из премьер Лига Тоже Туда Добавляется Все равно По итогу Мы получаем То же самое Что и мы Получили Все кто Из премьер Лиги Все играют В золоте Отдам Пару команд У нас В золото Попал Из первого Дивизиона Но Те команды Которые С нового Сезона Будут Как раз В премьер Лиге Участвовать И я полагаю Что тот же Катран Снялся Из-за того Что Просто Неинтересно Ряду Ребят Было Участвовать В данном Безобразии Ну Какой Вообще Смысл Там 20 мячей Забивать Нам Лично Даже Жалко Эти команды Там Иногда Хочется Подключить Пятого Или Что-то Делать Разницу Нужно Ребят Давайте Так Стоп Значит Мы Поиграем Вчетвером Ну То есть В четыре Человека Не будем Сильно Обижать Приехавших Ребят Тоже Так Ну Представляешь Как проводить Выходной Ты уже Определенно Знаешь Что На заклане Едешь Вот Да Мы знаем Что При всем Уважении Здесь Ко всем Мы Точно Понимаем Что Мы Факел И Этажи И Фили Должны Обыгрывать Собственно Это Сделали Вы Точно Так же Поэтому Здесь Мы Смотрим Только На Серебряные Потому Что Распределение По Силам Команд А Тройка Диалог С Восходом 6 6 В Тенни Сыграли Зак Тройка Диалог С В Тенни Сыграли Зак Тройка Диалог С В Тенни Сыграли Зак 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 Единственный Матч Который У нас В Золоте С Таким Четом Зак Сыграли По Пенкам Да Вот Также Я Знаю Что Unite Элемент С Athletics Там Была Достойная Битва На Этапе 1 8 Вот Ну И Брать С дальнейшей Стадии Четверть Финала Русь С Счастливобережным Крылья И с Восходом У нас Тоже Была Битва То есть На самом Деле С момента Плэок Был Всем Очень Увлекательно А Групповую Стадию Крылья Лично Мы Рассматривали Как Подготовка К Главным Встречам Игры В Золотом Но В нашей Группе В первой Плэок Начался С игры Крылья Флагман Получается Последняя Встреча В группе Вместе С вами Относительно Нас Скажу Пошли Разговоры В группе Запада Что Флагман Специально Заняли Третье Место Отправить Серебро Здесь Все Получилось Так Что Мы Попали Потому Что Это Объективно По силам На данный Момент Времени Все Закономерно Туримерная Таблица Круговая Система Всегда Показывает Закономерное Место Команд Поэтому Собственно Здесь У нас Не было Какой-то Задачи Специально Сферебро Сваливаться Нет Конечно Здесь Получилось Так Как Получилось Ну и Снова Здесь Подходим К Самому Главному Нашему Вопросу С тем Что Сбор Сбор На Игры Как Всегда Решает Но Перейдем Все-таки Саш К тебе Во-первых Еще раз Хочу поздравить Александра Передумов И Крылья Впервые За 20 лет Подняли Трофей Подняли Трофей Над головой Это Как раз Капитан Команды Сделал Мы И с Александром Вот Если Может быть Нашу трансляцию Финала Кубка Смотрели И мы Там С ним Разговаривали Там Ну видно Видно Даже по картинке Большая радость Александр Ее как-то пытался скрыть Но все равно А на анкету Я не вернулся Здесь Я понимаю Ты выплеснулся Там Эмоции Переполняются Давай Немножечко По шагам Как раз С тобой Пройдемся Саша Вот Если Элементы были С левой части Таблицы И 1 и 8 То Победив Как раз таки Флагман Вы вышли В золото И попали Как раз таки Вот получается На СКМ И Судя по счету Как раз таки Очень сильное Сильное противодействие СКМ Вам и КД Да С СКМ У нас первый танк По-моему Закончился С отсчетом 2-2 Перетянули мы Эту игру Где-то За 10 минут До конца Достаточно Очень интересно Проходила встреча Ну По счету Конечно Там все По-моему С 2-2 Случилось 5-2 Вот Может быть Немножко подустал соперник Ну То же Все зависит От сбора Вот Но Игра Была очень живая Интересная У нас В принципе Легких игр Не было Практически До самого финала Легкой игры Не было Расслабляться Ни в одной встрече Не получалось Даже С факелом Групповой стадии Мы горели 0-2 И вот Спонсором турнира Да Как оказалось Мы приехали А там Шампанская река И вообще В общем-то Все съемки Интервью И Полно было болей Сейчас в коротких юбках Вот Мы в шоке Конечно Крылья хотели Продлить свое участие В кубке Прямо до самого финала Это у них И получилось Река Шампанского Протекла За финал Кромаде Крылья Саша Все-таки 31 забитый мяч На Групповом этапе Говорит о том Что все-таки Хоть и 0-2 Проигрывали Ситуацию Илья Мы старались Мы старались Сделать разницу Я понимаю Конечно Мало ли Как бы флагма Мало ли Как бы флагма Собрался При равенстве очков Приходилось бы считать мячки Я потом выдохнул Перед матчем с флагманом Отлично Нас устраивает ничья И если что Мы флагман На один мяч Опережаем Фу Ладно Можно это знать Но Ребята Тот же Захар Андреевич Река Баленко Сказал Никакой ничьи Я хочу Только победу Саня Мы играем На победу Хватит нам тут заливать Поэтому с флагманом Мы играли Не от обороны А Шли за победой Да Действительно В группе У вас получилось Дальше Скайм прошли Теперь уже восход Но здесь Я так понимаю Восход Я честно говоря Не видел Но Просто Судить по счету Знаем мы Что восход Все таки Может собраться Действительно хорошо А может Собраться Минимально Минимально А вот если Восход собирается Хорошо Они могут Оказать Противодействие Здесь абсолютно Любому Как в вашей встрече Былся Восход Собрался В первую очередь Присутствовали Все лидеры И приехал парень Я к сожалению Фамилии тоже не знаю Из минщика И в разных Минфутбольных лигах Мы его тоже встречали Помимо Саши Щербакова Конечно же Лидеры Восхода Присутствовали все По счету Достаточно легко Мы провели По-моему 3-0 В первом тайме И дальше Играли Исходя из этого Преимущества И 3-1 Потом 4-1 5-1 И в конце Восход очень классный Мне даже понравилось Как они разыграли Штрафной Хочется взять Это на карандаш Ребята явно работают Видно там С планшетом Тоже сидели Вот Эти схемы Максиму отдельно Мартюкову Респект Что он так В общем-то В теорию Вкладывается Вот Видны его Сказать Тренерские Замыслы Поэтому Восход Скорее нам Проиграл Первый тайм Может быть Перегорел Не знаю Собрались они все У нас Отсутствовал Захар В данной встрече В остальном Все ребята Присутствовали Получилось Немножко Чуть-чуть легче По сценарию Чем в остальной встрече Ну и вот Как раз таки Вот она Финальная часть Полуфинала Финала Получалось Так Еще раз Согласно Регламенту Что в один день Если проходишь Полуфинал И играешь Финал В день Тот Честно Когда я приехал Как раз таки В субботу Я давно не видел Крылья Это самый боевой состав Саша Крылья Крылья За последний момент Собрать Рыбалки Нет Вот оно что Что ж такое Лето Не встал Да мы понимали Что правила игры Финал четырех Нас ожидал У Крыльев На самом деле Если говорить о титулах Да Вот маленькую ремарку В системе LFL У нас Не было Первых мест Но У Крыльев Есть Серебряная награда В кубке LFL 2009 года По-моему Или Десятого года Значит В рамках которого Тоже проводился Так подобный же формат Финал четырех В один день И Крылья играли Значит В полуфинале С ультры Обыграли Очень сильную На тот год Ультру 7-6 Вот Мы взяли А второй Соседний полуфинал Команда Спарта Играла То ли с ВНФ Ну У них чуть-чуть Полегче была Полуфинальная пара И соответственно На финал Сил просто Не хватило физически Уступили мы В финале Спарте Не помню Тоже счет Но опыт 2009 года Не забыт Я отсутствовал На тех Финальных сериях Но понимал Что произошло Надо Было привозить По максимуму Народу Как бы Ну Хочешь Но нужно обязательно Обязательно Большую Нужно иметь Большую скамейку Даже если Ребята Может быть И не сыграют Сколько-то минут Просто Случиться Может все Ну Допустим В финале Я подвернул ногу И в первом тайме С Метеором Просто Ушел Я понимаю Что это был сигнал Так Саня Хорош Заканчивай тут Заканчивай уже с играми Иди Руководи Управляй Временем Таймингом В дровке Потому что У всех команд Нормальных Кто-то это делает Дима Башкин Там Привет Большой Большой Конечно Бережнев Всегда есть Читающий человек Борю Слышно Всегда Даже На камере Конечно Кстати Дмитрий Башкин Здесь Включил Его В заявку И здесь Даже Провел Спустя Очень Много Лет Тренер Нашей Команды Тоже Барик Респект После Серьезной Травмы Он восстановился И Принял Участие Наконец Таки В официальной Игре В Кубке Запада Ну а вот Теперь Ваша Игра Как раз Таки С командой Левобережной Хорошо Кстати Действительно Получилось Для Крыльев По календарю Что вы Играли С паузой Не две Подряд А Было Как раз Час Времени Чтобы передохнуть Между Полуфиналом И Как раз Таки Финалом С Метеором Но Все-таки Для того Чтобы Было Попасть В финал Понятно Нужно Было Обыгрывать Левобережной Ну так Изначально Получилось Когда мы Краили Календарь Во вторник Финала Четырех Левобережная Все-таки Возрастная Команда Ну и Мы Тоже Конечно Не совсем Старички Но Уступаем Возрасте Тихону Которому По-моему 44 года Ну и Ребята В принципе Под 40 Вратарю Тоже В принципе Взрастной В общем-то Левобережный Поднял Инициативу Того Чтобы Была Пауза Случись Финал Чтобы Команда Из нашей Пары Все-таки Часок Передохнула Вот Мы пошли На встречу Вот Кстати Тихон Ну шикарно Забил На опыте Ну такие Только От Тихона Грохольского Можно Получать Да Еще Один Один Это был Обрез Года Кстати При этом На паузу Убрал Три человека Три человека Перед ним Из крыльев И вратарь Это все равно Четкое попадание В 10 счет Один Конечно Вот В этой связи Как получилось Что Метеору И United Elements Тоже было необходимо Сыграть пораньше Свою серию Здесь сейчас Артура Рыбакобыленко Забивает Да Выводит нас вперед Для меня Артура Рыбакобыленко И здесь Не зря Кстати Признали Его Лучшим В этот Финальный День Действительно Лучший В составе Крыльев Ну и просто В Кубке Запада Он Согласишься Для нас Большая удача Тоже Что Помимо Рыбалки В межсезонье В втором дивизионе Чемпионата России Артур Приехал В отпуск В Москву И Брат Захара Он Минифутболом В принципе Может быть И занимался Но это Не его Основной Профиль Он Очень долго Приспосабливался Привыкал К нашему Минифутболному Мячу Он Привык Сорока метров В девятке Класть В первой Лиге Да и не только Да и вышки Он тоже Там Забивал Я вообще Считаю Что парень Сильно Недооценен На уровне Футбола Большого 11 на 11 Я желаю ему Большой удачи Чтобы он Продолжал Работать на собой Ему всего 29 лет И кто знает Может быть Мы его еще увидим Где-нибудь В торпедо Не только Первый Дивизион А может быть И высшего У него Все данные Для этого Есть Просто Чуть-чуть Удачи С агентами Как вот Это Бывает Кто его Заметит Может быть Его сейчас Заметят Здесь В нашей Лиге 5 на 5 И Больше Дадут Игрового Времени Артур На самом деле Работает Над собой Шикарно Помимо того Что Пару встреч Он приспосаблялся К мини-футболу Подстроился К нашей игре Он понял Кто мы Он на самом деле Умеет вытаскивать С себя Невероятную Невероятную На самом деле Функционалку Энергию Вот мы все Уже на ободах Нам кажется Что мы еле дышим Знаешь Я впервые Поймался на мысли Что Этот парень Может Открывать Я не знаю Какое дыхание По счету Третье Что ли По счету Дыхание Особенно Это проявилось В финале Уром Уже 40 минут Прошло Первого матча Потом Еще 20 И все равно Он бежит 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 Очень хорошо Артур Готов Физически 3-2 Полуфинал Прошли Все-таки Очень вовремя Забили Третий гол Во-первых Поймали на том Что 5-го Играли Левый Бережный Левый Бережный Пришлось Раскрываться После Что-то 2-1 Да Конечно же Мы их там Поймали Потом На контратаке Но даже При счете 3-1 Оставалась Минута С Левый Бережным И Боря Ленемайер Выходя Пятым В принципе Тактически Грамотно Всегда Вскрывают И им Хватило Даже 40 секунд Чтобы Один мяч Отыграть То есть Если бы Было бы Еще Минутка Две В запасе То Может быть Мы С Левым Бережным И так И не справились На самом деле Очень Всегда Левый Бережный Включает Пятого Интересно Качественно И Жди беды Вот И Хотел бы Сказать Еще В дополнение Что мы Хвалили Всего Артура Рябакобыленко На самом деле Команда Очень Грамотно Сыграла Это в любом случае Но Как Попал Харламов В полуфинале На душами Я не знаю Как пролетело Первый мяч Левый Бережный Можно на повторе Смаковать Я кстати Как и Чикор Загал Да Артем Да Артем Не получил Статуэтку MVP Но Артем Харламов Для нас Как бы сказать Имеет Большое значение Большой вклад В результат Команды Криле Потому что Он Нас Учит И тактике И движению И пониманию И открыванием Поэтому Здесь По бомбардирским Качественным Гол плюс пас У него 12 Плюс 3 Захара Рябакобыленко Стал лучшим 9 Плюс 8 Вот Но все равно Они в топ Ассистентов Не попали Там Мягким игрушкам Забивали Но Понимаешь Все равно Саша Здесь Похоже Несколько На нас Также Флагман Мы обычно Никогда В никакие Списки Не входили Там Ни лучше Бомбардиров Ассистентов Гол плюс пас Гол плюс пас Это Неважно Самый главный результат Есть 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 Победа В кубке В чемпионате И так далее Вот у вас Начнем с кубка Саша Левобережный Прошли И Оставался Метеор Вот Как считаешь Метеор Если бы все-таки Они не играли С элементами До Этого Были бы они Фаворитами В вашей встрече Ну Во-первых Хочется отметить Что Метеор Был теплый Вот Мы-то Порядочно Остыли Час Перерыва На самом деле Сказывается На мышцах Тоже И никогда Не знаешь Как лучше Вот И Метеор В первом тайме Достаточно Имел моментов Чтобы нам Забить И Нас тащил Чепеев Андрей Вот Вратарь Гениально сыграл Я считаю Что Заслуженно Он получил Тоже Лучшего Вратаря Этого Самого Кубка Ну Как Можно Было Здесь Не Забить Метеор Нас В первом тайме Прощал И Спасал Вратарь На самом деле Если бы У Метеора Залетело Хоть что-нибудь Хоть парочка Ну Вот эти Модальные Да Вот эти Моменты Они же И повели По счету И вот Третий Момент Подряд Где Медя На самом деле Не могу Сказать Что Они устали Здесь была Моя ошибка Здесь И они Правильно Перестроились Вот Метеор Включал Пятого И Заслуженно Нас Наказал Не считая Что Они там Ушибка Так устали Тяжелый Для них Был на самом деле Тот Четвертый Тайм Четвертый Тайм С нами Который Не позволил Им Уже Вернуться В игру Вновь Потому Что Вот Еще раз Чепейк Спас По моментам Умин моментов Было В первом тайме Очень много Было моментов У Метеора Зато Потом В втором тайме Была куча Моментов У Крыльев Чуть Попройте Посмотрим Чем мне и понравились Кстати Крылья За эти два Полуфинала Очень здорово Вы сыграли Команду Команду В первую очередь Да Мы Понятно Выделяем Просто На общем Фоне Среди всех Выделяем Артура В составе Крыльев Но Все равно Даже Если его Допустим Было убрать Крылья Очень здорово Команду Команду Командный Футбол Это Наш Конек Фактически Ребята Бились Друг за Другом Если Выходили На Короткие Отрезки То Выкладывались По Максимуму Даже Двух Трехминутные Эпизоды Решали На самом Деле Вот Еще Момент Это Старый Тайм И Пошли Эпизоды Моменты Уже В нашу Сторону Понятно Метеору Надо было Раскрываться Счет 3-1 И Плюс У них Там Одна Замена Шикарно Севастьянов Свои голы Он Конечно Заслужил Вот Сейчас Это Пауза Артур И Захар Замыкают Ну Фактически 4-2 Этот Как похороны Что Наверное Звучит Так Обычно Да Ну Конечно Могли Метеор Не Выключился После Эпизоды Во многих Моментах Забить Понятно Что Здесь Где-то Несколько Метеор Сами Расстроились Из-за Того Что Такой Вытащили Матч Против Элементов И Потом Нужно Было Было Сразу Подряд 5-7 Минут Прошло И Они Сразу Вышли На Финал Свои Конечно Да Здесь Внутри Себя Они Ну Игра Могла Повернуться По другому Сценарию Если бы Они В первом Тайме Реализовали Свои Моменты Играли Шикарно Повлиял Ли Это Что У них Был Первый Кулфинал С Юнайт Элементс Да Не Знаю Юнайт Элементс Конечно Крепкий Коллектив И Я Знаю Что Гениальнейшие Игроки Васютин Юра Гусак Дмитрий Не сыграли Вообще Ни одной Минуты Видимо Их Готовили На финал С нами Потому что Ребята Гениальнейшие И то Не сыграли Этот элемент С Метеорами С Метеором Ну Здесь Мне все Так Кажется Самое Главное Это Что Не хватило Равноценной Замены Метеору Просто На этот Финальный День Тоже Не уверен Потому что Метеор Играл В две Замены Но Метеор Играет Все время Пятого Мы готовились И мы понимали Что Метеор Все 40 минут Будет гонять Пятого И Нам Проводя Вторую встречу Против пятого Все 40 минут Представляете Что это такое Обороняться Начиная с Левого берега Без мяча Играть Практически Без мяча Ловить Свои моменты Микро шансы Какие-то Все Целых Два тайма Плюс Левый берег Тоже Нас возил Но Все-таки Саша Будем говорить Так Что Это уже Как визитная Карточка Королев Потому что Действительно Грамотно Играете В обороне И Именно Свои моменты В нужных Контратагах Всегда находите И Это Как мы Уже Это Видим Действительно Обеспечило Нужный результат Ребята Очень хорошо Работали Весь турнир Готовились Не пропускали Практически Игры Я думаю Это стало Залогом Потому что Они набрали Правильные Нужные Кондиции Знаете Часто С легкими Соперниками Расслабляются И не выкладываются Полностью Должен Отметить Что Все ребята Серега Волошенюк Васильев Сергей Монохин Иван И Харламов И Захар Рыбаков Иленко Выкладываются В каждом эпизоде На все 100% Это не могло Остаться незамеченным В матчах Уплывов Да Ну и Действительно Саша Кубок Свери Дэфантом Забыл Здесь Просто Можно Всех По фамилиям Легко Выделить В составе Грэвов Потому что Каждый Кто выходил Самое главное Саша Что всегда Еще Обеспечивает Какой-либо Трофей Это те Люди Которые Выходят Замены Они Не ослабляют Никак Игру А Действительно В нее Сразу Входит И Даже Кто Возможно И усиляет Поэтому Поздравляю вас Еще раз Кстати Действительно С кубком Кубок Запада Хороший Трофей Тяжеленый Тяжеленый Да Получился В итоге Меня сейчас Втащил Дед Мороз Простите Не довез В студию На праздновании Новогоднем Крыльев На корпоративе Крыльев Дед Мороз Унес Увы Я сегодня С пустыми руками Но Не страшно Самое главное Что Действительно Вот Еще раз Все зафиксировано Есть Конечно же Паком С Александром Здесь Говорили У нас Параллельно Были Запись Этих Игр И Есть Трофей Да Саш Вот Что Как ты Думаешь Ждет Крылья В сезоне Будущем Кстати Лайк Кто-то Не поставил Что Ждет Крылья В будущем Полагаю Что Буду Подтягивать В дальнейшем Молодежь Ребята Выступают За это Говорят Нужно На самом деле Давать им Игровое Время Вот За это Поднимались Тосты Я Надеюсь Что Будет Здоровье Позволять Всем ребятам Мы По очереди Кто Я не знаю Там В каких условиях Ну Ковидные Времена Живем Вот Поэтому Все по очереди Переболели Я В том числе Уже С антителами Присутствую Здесь Александр Отскакивает Молодец В этом отношении Все потихонечку Переболеем Я надеюсь Что Как футбольный клуб Краснодар На самом деле Был провал Осень Ротор Набирают Набирают Сейчас Свои очки Которые Незаслуженно Потеряли Из-за Этой Заразы Что Ждет Крылья Дальше При Хорошем Вернее Неудачном Клеве Будут Набираться Очки В чемпионате Если Клев Будет Продолжаться Конечно О каких-то Турнирных Целях Загадывать Сложно Всегда Марафон Ну Юнайт Элемент Стоит похвалить Конечно Максим Игоревич Собирает Шикарный Всегда Состав На каждую Неделю У нас Таких Возможностей Нет Хотя Конечно Он здесь Через Игру Говорил Что Состав Не Оптимальный Но Все Мы Прекрасно Понимаем Что Как ни Крути У Элементов Особенно В этом Сезоне Состав Собран Лучше Потому что Все показатели Об этом говорят Да Поэтому Это Чемпионат Регулярное Первенство Это Всегда Длинная Дистанция Где Может быть Все Человеческий Фактор Загадывать Не хочу Но Конечно Крылья Способны На Нечто Больше И Здесь Важный Момент Это Немножко Удачи Наверное И Работа Над собой В каждом Питере Плюс Конечно На нас Теперь Будут Серьезно Настраиваться Соперники На каждый Матч Будет Приезжать Добрая Скамейка Запасных Я думаю Там И у флагмана Найдется На нас Мастер И у остальных Команд Тоже Будет Держать Марку Кстати Теперь Наконец Я Соответствую Своему гостю Александру Передованову Если Вы посмотрите Выпуск Предыдущий Я не ожидал Там еще Александр Был галстук Ну просто Всегда В идеальной Форме Сегодня Я Тянусь За более Опытными Товарищами 1-1 У нас Здесь Ну и Кстати В основном Наши игры с крыльями Всегда Заканчивается В какой-то Дружеской Ничьей На фоне Кирпично Кремлевской Стены Это уж Можно Наверное Выглядеть Прилично Я Тянусь За Победителями Золотого Кубка Не то Что я Победитель Кубка Ранга Все-таки Пониже Что ж У нас Этот выпуск Является Заключительным В этом Году Он Уже И так Получился Смотрю Вырываются Слова Александр Передов Не могу Не дать А как же На фоне С наступающим Новым Годом Пожелать Всем здоровья Крепкого Буду получше В семье Чтобы сбывались Все их цели Побольше Радостей Побольше Приятных Ярких дней Ну и конечно же Побед во всем Да Обязательно Вот это Встроим Мы Когда вы будете Включать В 23.55 Новогоднее Обращение Там будет Не Владимир Владимирович А будет Александр Передов Нет Сегодня Одна пресс-конференция В 12 часов Состоялась А у нас Восемь вечера Совершенно иная И я думаю Интереснее чем Вот Поэтому да Я согласен С Александром Поздравляю И я вас Так как у нас Еще раз Порюсь Этот выпуск И является Заключительно В этом 20-м году В этом Огромном Сезоне Который Вот только Сейчас В декабре Заканчивается Поэтому С наступающими Праздниками Конечно же Надеемся Что 21-й год Но он и должен Быть Лучше Чем 20-й И наконец-то Мы эту страницу Перевернем Ну и Отправимся Вместе С вами В сезон Уже Будущий Что ж Я говорю Очередное Большое спасибо Нашим гостям Сегодня Максиму Линчику Который был Чуть раньше Александру Спиридонову Также большое спасибо Спасибо Большое крыльям Спасибо всем вам Кстати За этот Сезон Тоже От своей стороны Пожелаю вам Огромного Второе Самое главное Без травм Берегите себя Свои семьи Будьте Конечно же С ними Близко Берегите И тех Кто вам Очень Дорог Ну а Мы С Леонидом И Либийской Футбольной Лигой Увидимся Уже С вами В году 21 Играйте Футбол Всего Хорошего И До свидания Субтитры